Продолжаем выпуск. В честь празднования столетия Крачево-Чуркесии на перевале Гумбаши составился районный конкурс косарей. Своё мастерство продемонстрировали 15 участников из всех поселений Крачевского района. Самому старшему участнику 70 лет. Репортаж Мурата Джанкёзова. У горцев коса всегда была надежным и прогрессивным инструментом, залогом и гарантом обеспечения кормом овец, крупного рогатого скота и коней. Без косы невозможно было прокормить многочисленные стада. С давних пор, во второй половине лета, когда трава обладает наиболее полезными свойствами, в горных аулах начинался сенокоз. Традиционной жеребьёвкой начался турнир, который не проводился с советских времён. Ради конкурса косарей районный отдел культуры привёз передвижную выставку народного творчества и прикладного искусства. После напутственных слов главного суди был дан старт соревнованиям. Работа участников оценивалась по нескольким критериям. Это ровность скошенного волка. Под волком не должно быть не скошенной травы. Не должно быть огрехов, где скошена. И между скошенной и не скошенной участками поля не должна оставаться ровная линия. Ну, естественно, чтобы стерня скошенного участка была 3-5 сантиметра. Выбранный участок даже по меркам горной местности довольно трудный для сенокоса. Рельеф местности очень сложный, крутой склон. Каждому из них предстоит скосить 10 соток. Это очень сложно. Пока косари трудились, для болельщиков и гостей конкурса показали большую концертную программу артисты и вокалисты районного дома культуры. Популярные песни и зажигательная мелодия не оставили равнодушных. Многие пустились в пляс. Тем временем на поле возникла неожиданная интрига. Два часа интенсивной косьбы пока не выявили явного победителя соревнований. Двум фаворитам предстоит еще скосить по три сотки. Для них выделили чистый ровный участок и спустя некоторое время раздался радостный клич о том, что житель Верхней Мареи Ренат Дудов стал чемпионом районного конкурса косарей. Каждый день я полчаса тренировался. Каждый день, 10 дней я, каждый день, ну полчаса максимум. Утром и вечером. Победителю и призерам вручили солидные денежные призы, но главным трофеем для них стало внимание и уважение руководства района, зрителей и его жителей. Сегодня нету проигравших. Они все вот эти ребята, которые сегодня выступали, они все выиграли, потому что они нашли в себе смелость. Приехали на перевале, где высота 2050 метров, и показали хороший результат. Мы этот праздник проводим впервые. Да, такие праздники проводились во время СССР. Но сегодня мы решили их возродить. И каждый год, в каждом ущелье мы будем проводить эти праздники. Конкурс косарей – праздник всех возрастов. А самому старшему участнику турнира пошел восьмой десяток. Силы есть, нету. Себя хотел. А наш праздничный концерт совершает всеми любимыми париклёрный народный ансамбль. Могу идти, могу. Вам сколько лет? 70 лет. Как вы себя чувствуете? Нормально, Аллахашкур. В заключение большого праздника в честь столетия Карачаева-Черкесии всех участников и гостей конкурса косарей Карачаевского района пригласили на праздничный обед. Мурат Шанкёзов, Расул Берди, Вести Карачаева-Черкесия, Перевал Гумбаши.